Богатая витаминами А, С и Е, полиненасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами. Облепиха поистине чудо-ягода. Теперь она растет в Майнском районе в промышленных масштабах. На 12 гектарах поля фермер Дмитрий Князев и его компаньон Илья Пузыраков высадили в плантацию из 17 тысяч саженцев. Раньше они собирали дикорастущие ягоды, но два года назад мужчины задумали выращивать породистую облепиху на продажу в больших объемах. И сорт выбрали самый крупный и сладкий. Саженцы облепихи чуйской породы закупили в Барнаульском научно-исследовательском институте. Специалисты НИИ разработали план закладки сада и помогли правильно ухаживать за молодыми побегами. На данный момент эти кустарники еще юны и только набирают плодоносную силу. Ростом они пока что чуть выше одного метра, но при тщательном уходе продолжат расти и дальше. Ягоды планируется продавать в другие города и за границу. Вот такой прирост – это прирост этого года. Что это говорит? О том, что растениями все хватает. И, кроме того, это подтверждает факт того, что у нас на второй год вегетации уже был флаговый урожай. Обычно растения облепихи после высадки однолетними саженцами урожай дают на четвертый год. И то это флаговый такой, ну, первый производственный, уже на пятый. У нас на второй год вегетации уже был флаговый урожай. То есть мы в следующем году планируем собирать уже первый производственный урожай, где-то 2 килограмма с куста как минимум. Первые ягодки оказались крупными и сладкими, с ощутимой кислинкой и ярко выраженным оранжевым оттенком. Не знаю, она больше, наверное, какую-то конфету напоминает, потому что количество сахаров, не знаем сколько, но просто зашкаливает. Два года назад у партнеров по бизнесу были только мечты о собственных садах. Исполнить желание помогло Министерство агропромышленного комплекса с программой «Агростартап». Илья и Дмитрий узнали о ней из соцсетей и оформили заявку на конкурс бизнес-проектов. План оказался выигрышным, и будущие фермеры получили 3 миллиона рублей на покупку техники. Мы купили, значит, оборудование по уходу с засадом. Это почва-фреза для внутрирядной обработки, косилка для обработки в междурядях и линии по очистке и сортировке. А саженцы-облепихи соратники купили на собственные средства. Напомним, программа «Агростартап» реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». «Агростартап» представляет собой грант, выделяемый главе грестьянского фермерского хозяйства на приобретение земельных участков и техники, строительство и модернизацию объектов и на другие аналогичные цели. Размеры грантов определяются нормативными актами субъектов Российской Федерации. Чтобы подать заявку на участие в этой программе, необходимо обратиться в Центр компетенций при региональном минсельхозе. Местные специалисты проконсультируют и помогут собрать необходимые документы. Виктория Черкова, Артем Куранов, Улправда ТВ.